Всем привет, с вами на связи Андрей Финашин и канал TESLAB, и сегодня мы продолжаем тестировать светодиодные лампы от компании QLED, но сегодня у нас заехала новинка на 4000 кельнов. Лампы эти выглядят вот примерно так. Отличаются они от ламп на 5000 кельнов тем, что в них стоят просто чипы с более теплым свечением. Соответственно, на 4000 кельнов они на 5, как в стандартных лампах CL7 NEW. Это лампы H4 и все тесты, которые будут в этом выпуске будут касаться исключительно лампы H4. Хочу об этом персонально уточнить, почему? Потому что настройки по току у драйверов на лампах H7, то есть на моно циколях H11, они другие. Итак, после того как я сделал видео про вот эти вот лампы на 5000 кельнов, вот оно. Вы стали, соответственно, регулярно меня просить там в группе ВКонтакте в комментариях протестировать лампы на 4000 кельнов. То есть это лампы с более теплым светом, очень многие я знаю, точно знаю, что ждали этих ламп, поэтому мне и пришлось сделать отдельные тесты вот этих ламп на 4000 кельнов, чтобы дать вам полностью информацию, чем эти лампы отличаются от ламп на 5000 кельнов и светят ли они ярче, чем галоген. Так, вот сейчас важная информация по поводу тестов. Я решил вот эти лампы протестировать более детально, более углубленно. Для этого прибор, который у меня в наличии находится, Maha MLT 3000, он не смог мне дать такой точности результаты, поэтому пришлось в этот раз обойтись без него и тестировал я по другой схеме. Результаты вышли чуть менее наглядные, но как мне кажется более детальные. Поэтому обязательно напишите в комментариях по поводу того, нужны ли вам такого рода тесты, либо не нужны. Либо вернуться к старой схеме под замерами по прибору. Сначала я поставил фару от Solaris. Кстати, вот она новая фара. Обычный стандартный галоген. Обычный стандартный галоген, чтобы отталкиваться от этих показаний и дать вам некую точку отсчета. Поставил туда обычную галогеновую лампочку Osram и замерил по 16 точкам ее характеристики. Эти характеристики разделены на три графика, скажем так. Я пока не нашел способа как эти данные объединить в одном графике, пока не нашел. Если он у вас есть, напишите пожалуйста в комментариях, как сделать более наглядно. Я с удовольствием вас послушаю. В итоге, первый график это вот как раз верх светового пучка около свето-теневой границы, то есть наиболее важная зона. Второй график это нижний уже ряд замеров, то есть менее значительно важная зона, на мой взгляд, но я тоже решил ее вам дать для наглядности. И вот третий ряд замеров, вот эти замеры, они уже больше отвечают за ослепление, то есть чем показатели в этих точках меньше, грубо говоря, тем лампа светит более качественно. Это чтобы вы понимали. Надеюсь с этим понятно. Вот после этого давайте переходим уже непосредственно в показания. Итак, первый график. Вот вы видите значения, которые у меня получились при замере обычной стандартной галогеновой лампочки. Следующую лампу, которую я туда поставил, это была лампа Osram Nightbreaker Laser. Плюс 130%, одна из самых ярких галогенов. Вы часто опросили в комментариях и просили сравнить именно с максимумом того, что мы можем получить на галогене. Действительно, плюсовые лампы светят ярче. И вот что самое интересное, если собрать сумму всех значений, то действительно получаются такие показатели очень близкие к тем, что пишут на коробках. Если сплюсовать все показания, которые я получил по контрольным точкам. Ну и на десерт. Ребят, на десерт это лампы на 4000 кельнов. Лампы на 4000 кельнов, я их тоже поставил в ту же фару, фару я не трогал и проводил замеры. Первое, что я увидел, да, лампа на 4000 кельнов, она светит ярче вот именно в вот этой верхней зоне. И это действительно очень круто, это очень сильно мне понравилось. Но в нижней зоне, менее важной, она светит все-таки чуть-чуть слабее. И что очень важный момент, опять же, по ослеплению, вот третий график, мы видим, что все светодиодные лампы укладываются, то есть их показания находятся ниже, чем показания у галогена. То есть стандартная галогеновая лампа ограничивает этот порог по показаниям, все остальные находятся ниже, то есть они слепят меньше. Это меня очень сильно обрадовало, я вот опираясь на вот эти замеры, могу четко и внятно показать людям, что, вот смотрите, правильно и качественно изготовленные стадиодные лампы не слепят. Если их правильно отрегулировать, обязательно регулировать надо. Еще один момент, который вы просили меня проверить, это работа в длительном режиме ламп, поэтому я взял опять же лампочку на 4000 кельнов и оставил ее работать где-то на час. Таким образом, смоделировав вот долговременный режим, в чем суть этого теста? Лампы с плохим теплоотводом, они перегреются. Как виден перегрев? Виден перегрев очень просто, значительное снижение светового потока. Значительное, до двух раз точно. Что произошло здесь? Здесь, напомню, они работали целый час. И после того, как я замерил показания, через час их непрерывной работы, неподвижно они стояли, никто их не трогал. Снижение оказалось довольно маленьким. Потому что это говорит о том, что теплоотвод у этой лампы сделан качественно. Но очень важный момент, чтобы он работал качественно, так же как он был сделан, Лампы необходимо перед установкой вот так вот расправлять, то есть они представляют себя гибкие алюминиевые пластины. И для их работы, качественной, долгой, яркой, эти пластины надо максимально расправлять. Я сейчас сделал это все очень культурно, но на самом деле внутри фара это можно сделать под любым углом, то есть согнуть, лишь бы они у вас, вот эти пластины были расправлены. Это крайне важный момент, если этого не сделать, забыть это сделать, потом можно удивляться, почему фары после того, как лампа нагреется, начинают светить слабее. Итак, выводы. Лампы имеют теплый свет, который очень многие из вас просили. Лампы оказались ярче галогена и ярче самого-самого, пожалуй, яркого галогена. Я сейчас про Nightbreaker Laser Plus 130 говорю. Лампы оказались не слепящими, то есть их можно качественно и правильно отрегулировать, спокойно ездить и никого не слепить. Спасибо компании KULLET, что предоставили мне данные лампы. Сразу скажу, едут ко мне, все никак не доедут лампы на 3500 кельнов. Там будет вообще как галоген, цвет будет как у галогена. Я тоже очень-очень давно жду этих ламп. И по ним я, наверное, сделаю тоже тест. Вот может быть в таком режиме, если вам, как говорится, зашел такой формат. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях по поводу того, что нужно ли делать так или вернуться к старой схеме. Ну и если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна, или вы считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин и до новых видео. Продолжение следует...